Друзья, привет! Полюбуйтесь! Смелый и сильный лидер приехал поленье и опилки посмотреть, да шишки потрогать. Владимир Путин сегодня прибыл в Архангельскую область, где проведет совещание по вопросам развития лесопромышленной отрасли. А началась поездка с посещения производственной зоны Устяновского комплекса. Он включен в список системообразующих компаний федерального уровня. Президент поднялся в современный операторский цех, там на экранах можно наблюдать все этапы работы с деревом на предприятии. Путин походил по древообрабатывающему предприятию. Ему показывали доски, бревна, опилки. Это очень интересно. Также ему рассказали, что все. От Европы мы независимы. Здесь мы проводим соревнования среди операторов, колестеров, фарвардеров, лесорубов. Где так далее? Более 10 тысяч. Посмотрите, как сильно выпирает куртка. Это явно не живот. Это, друзья мои, скорее всего бронежилет, а может быть и не один. Это явно не ключи и не телефон в кармане. Безопасность на высшем уровне. Человек мы собираем из пяти стран мира. Были в этом году в основном Китае. В основном Китае. Ну и я в этом году убедился, что без Европы мы проживем без проблем. И все мы сделаем. Даже лучшие техники и все у нас мы будем. Без Европы мы проживем без проблем. Вот чего-чего леса-то у нас навалом. Леса и дураков. Так что от Европы нам этого не нужно. Своё всё есть. Также Путин решил потрогать шишки, которыми славится Архангельская область. Затупаем шишку. Эту шишку сюда высыпаем. Сортируем её. Путин так нежно, аккуратно потрогал шишку. Как вы думаете? О чём он подумал? Наверное, я про Шойгу вспомнил. Как они там в тайге, в палатках ночевали. Хорошо так было. Уютно. В Койном лесу. Путину, нужно сказать, шишки понравились, шишки хорошие. Да и в целом Путину лесообрабатывающее предприятие очень понравилось. Действительно, распил у нас в России делать научились. И я сейчас не только про древесину. Архангельская область – это один из традиционных и, можно сказать, ведущих центров отечественной лесной промышленности. Вместе с руководителями. Кстати говоря, я не жалею, что приехал сюда. Я бывал раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом. Должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия. Сто с лишним гектар. Самое современное предприятие. Думаю, что даст фору и своим конкурентам в любой стране мира, которая занимается этим видом деятельности. Я же говорю, понравилось сильному и смелому лидеру на таком предприятии. Понравилось, как лес пилят, как в Китай потом все вывозят. Это все очень красиво. А днем ранее Путин заявил о том, что Россия – это. Послушайте. Я обратил внимание, вот на что вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. В других странах лучших в мире. И дальше пошли по тексту. Значит, лучшая в мире страна – это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Лучшая страна в мире – это Россия. Лучшая страна в мире по распилу леса. Лучшая страна в мире по распилу бюджета. Лучшая страна в мире для воров, коррупционеров. Пилить и пилить. И лес, и бюджет. Вообще у нас вся страна – это один большой лесоперерабатывающий завод. По пояс деревянные чиновники только и делают, что народ мечтают ободрать, как липку. Им ведь что, кол на голове тиши. Как говорится, лес рубят, щепки летят. И пока Путин прогуливался, трогал заготовки, бревна, шишки. В этой же Архангельской области задержали журналистов. Они приехали в район, куда как раз приехал Путин. Как пишут СМИ, они собирали информацию для репортажа о том, как сегодня живет поселок. Общались с местными жителями. И также, как пишут, они подошли к предприятию, куда как раз и должен был прибыть президент. И их задержали. Нечего, значит, рассказывать что-то про поселок, куда приехал Путин. Потому что все об этом должны рассказать федеральные СМИ. Какой-то другой альтернативной информации быть не должно. А это, посмотрите, путинский электорат. Который, в принципе-то, и не против, чтобы кто-то бюджет распиливал. Да и лес не против, чтобы китайцам продавали. Они готовы все стерпеть. Я буду тоже голодать за Путина. Я стояла и буду стоять. Наш президент прекрасный. И кто посягает на него, тому... И видите, кто хочет еще голодать. Я тоже буду голодать. Давайте. Будем голодать. Будем голодать. И с места никуда не уйду я. Будем голодать. За Путина только будем... Он только нас поддержит. Я тоже буду голодать. Начну вот за то, что помещение оставили. Второе. Нашу организацию в покое оставили. Оставили отряды Путина в покое. И за Путина. Тоже присоединяюсь к голодовке. Положите на меня. На меня. В голову положите. Что это действительно голодовка идет. Это что же это такое? За безобразие. В нашей стране. Мы будем голодать за Путина. Мы готовы отдать все пенсии. Мы готовы снять последние... Футболки даже последние готовы снять. За Путина. Ведь он нам поможет. Да, конечно, поможет. В этом сомнений нет никаких. Ведь у нас богатая страна, добрый президент. Поможем всем абсолютно. Вот, допустим, в Нижнем Новгороде. Людям помогли. В Нижнем Новгороде до сих пор котельные топят дровами. А пьяные кочегары засыпают. Людям приходится ночью приходить в кочегарки и самим дровишек подкидывать. Пьющие кочегары поставили на грань вымерзания поселок Черемушки в Варнавинском районе. Поселок крупный. Есть школа, детский сад, многоквартирные дома и своя котельная, которую топят дровами. Варнавинский район до сих пор не газифицирован. Но кочегары люди особые. Пьют так, что забывают дрова подкидывать. В результате, когда местные жители начинают среди ночи замерзать, они встают и бегут в котельную, чтобы самим растапливать котлы, пока кочегары находятся в полувменяемом состоянии. Семейный подряд работает, которому вообще ничего не платят. Кочегары, блядь. Дядя Радион, Паша, место кочегара. Июлька. От центра Москвы до Нижнего Новгорода 400 километров. В Нижнем Новгороде кочегарки до сих пор дровами топят. Да, без Европы мы проживем. Дров у нас много. А 22 февраля, друзья мои, ожидается концерт в Лужниках. Помните вот эти показушные концерты, где студентов собирали? И студенты туда шли, и бюджетники за кашу с сосиской. И вот, что называется. Опять бюджетников и студентов Москвы начали заранее зазывать на концерт в Лужниках, который, повторюсь, состоится 22 февраля. Ожидается, что в нем примет участие Путин. Да-да, вот так он выглядел годом ранее. И в сети начали появляться скриншоты вот таких сообщений. Пользователям соцсетей пишут. Приветик, ты свободен 22 февраля? Очень-очень нужны люди на мероприятие от столицы. Прямо очень важно для меня. Будет концерт в Лужниках. Ну и так далее. Вы сами все видите. По телевизору Солобеевы и Скобеевы рассказывают про беспрецедентную поддержку. Вся Россия за Путина. А чтобы собрать на бесплатный концерт людей, предлагают им по 500 рублей, либо предлагают кашу и сосиски. Тем временем губернатор Курской области Старовойт, знаете, о чем сообщил, в Курской области напряглись не по-детски. Губернатор Курской области написал в своем телеграм-канале, что, мол, не переживайте, местные жители. Оказывается, ВСРФ, цитата, ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Серьезно, вот он скриншот из его телеграм-канала. Ребят, подождите. Это что получается? Сейчас уже идут бои под Курском? Киев за три дня взяли уже. Теперь что получается? Курск осталось отбить? Вы, говорит Старовойт, не переживайте и не волнуйтесь. Все идет по заранее намеченному плану. Так все и было запланировано. Вот сейчас с территории Курской области ВСУ выбьем и заживем. А теперь посмотрите на эту фотографию. Узнаете? Да-да, Лариса Гузеева. Телеведущую Гузеева заметили в МВД израильского города Хайфа. Где? Скорее всего, она на эмиграционной сверке. Сама она буквально недавно опровергла слухи об эмиграции, назвав не очень хорошими словами тех, кто якобы собирает сплетни. И вот она, пожалуйста, Гузеева, судя по всему, собирается получать израильское гражданство или какие-то другие документы. Патриоты потихоньку линяют из страны. Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Прокуратура просила для бывшего губернатора Хабаровского края 23 года. Присяжные ранее признали его виновным. Как сообщали, нашлись какие-то неопровержимые доказательства. Хотя неопровержимыми доказательствами, если честно, там даже не пахло. Все обвинение основано на «Ой, этот где-то что-то услышал, этот увидел через 15 лет, узнал кого-то по глазам, я вам серьезно говорю. Об этом уже тоже не раз рассказывал. И вот вынесли окончательный приговор. 22 года колонии строгого режима. Человеку, которого действительно выбрали люди. Человеку, который победил в выборах и которого через пару лет после этого закрыли. Это же пропагандисты ТВ. Пропагандисты начали признавать, что оказывается-то санкции работают. Людей постепенно готовят к тотальной нищете. И в общем, по большому счету, они своих целей добились. Цель не в том, на самом деле, вот Иван, вы спрашивали, там отказаться от российской нефти. Да нет. Цель в том, чтобы заставить нас продавать эту нефть дешево. И они заставили. И они нас прогнули. А дальше постепенно, но, увы и ах, неумолимо, они будут эту петлю анаконды, они будут сужать, сужать, сужать. Нам будет с нами все тяжелее, тяжелее. Катастрофа не будет. Но ухудшение будет постоянно. Развяжите петлю анаконды. Будем жить беднее и беднее. И в какой-то момент это будет обыденностью. Вот бедная жизнь. Все. Краха не будет. Цель санкций не в этом. Это как в анекдоте. Нет. Цель санкций сделать Россию беднее. Нет, Россию слабее. Которая ему сказала, что... Все, Виктор Женщик, он сказал, что до 50 лет у вас денег не будет. Он говорит, а потом привыкнет. Забавный анекдот рассказал ведущий россиянам. У вас, говорит, до 55 денег не будет. А потом... Ну а потом... Привыкнете. Ну а что, звучит как лозунг действующей власти? Ну а наш Трибан ТВ. Там отдельная гойда. Потому что я считаю, что мы уже ведем четвертую мировую войну. Декан факультета мировой политики МГУ заявляет. А у нас, говорит, идет четвертая мировая война. Четвертая мировая. Третью уже выиграли. Сейчас четвертую выиграем. Потом пятую, шестую. Ну и седьмую. Вдогонку. Это всего лишь за один год. Осталась неделя, но ничего. Против нас она идет уже с 12-го, если угодно. После выбора Путина. Понятно, что мы ведем войну очень аккуратно. Вот эту региональную войну. Потому что мы на порядок слабее. Это надо признать. По всем показателям, кроме одного. Кроме бойголовок. Которые нам обеспечивают вот это вот то, что... Эта война не переливает стратегического. И ракет головок. Которые не переливают. И ракет ПВО. Сила духа. Микрорайона. Увидеть привязанного оленя возле подъезда. Собачью упряжку я вам уже показывал. Это еще один вид транспорта в современной России. Я, конечно же, шучу. Это просто Якутск. Для Якутска это скорее норма, чем исключение. Но вы же понимаете, что такими темпами это скоро может и перестать быть шутками. С вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok.